Всем привет! Сегодня видео для тех, кого я лично тренирую, кто у меня занимается удаленно и также кто очно у меня занимается. В данном видео я рассматриваю типичные ошибки, нюансы, которые встречаются. Набралась уже достаточно хорошая статистика. Изначально это видео планировал делать закрытым, чисто для тех, кого я лично тренирую. Но смотря на то, как многие любители мучаются, самостоятельно тренируются, загоняют себя в какие-то психологические ямы и тупики, решил сделать видео открытым и возможно некоторые ответы и полезности вы сможете найти в этом видео. Коротенько пробежимся по пунктикам. Набралось у меня тут более 10 пунктов и начнем с первого, а точнее это даже пункт номер 0. Каждому атлету, кто со мной решил заниматься, необходимо заполнить мини-анкетку. Она простая, просто мне необходимо понять, кто передо мной. Сколько возраст, вес, рост, какой опыт в велогонках, в других видах спорта. Потому что если человек, допустим, занимался в детстве в спортшколе, это одно, у него есть опыт, соответственно, он может больше нагрузку переваривать. Если это человек молодой, например, до 30 лет, образно говоря, то же самое. Если это возрастной человек, у меня люди есть от 30 до 50 лет. Ну так я, естественно, не могу одну и ту же нагрузку давать людям, кому 50 и кому 30 лет. Поэтому все очень индивидуально и мне это необходимо знать. Также сколько дней можно посвятить в неделю тренировкам. Были или не были гонки какие-то в последнее время, какие были жесткие интервальные тренировки. То есть, например, если мы начинаем заниматься со следующей недели, то могу ли я сразу ставить интервалы, либо нам нужно хотя бы там пару-тройку недель какие-то вкаточные и легкие там в первой-второй зоне. Это очень важно, это вводные данные, мне их необходимо знать перед тем, как мы начинаем заниматься. Первое и, наверное, самый главный пункт вообще во всей подготовке. Все тренировки по умолчанию должны быть выполнимы. Тренер, я, другие тренеры по умолчанию пишут так, чтобы человек их мог, в принципе, закончить и довольно-таки комфортно. В зависимости от того, в какой зоне, конечно, выполняется, но тренировки должны быть посильными. Не нужно их рожать из последних сил, вымучивать это неправильно. Есть такое понятие у спортсменов, у тренеров, как срыв адаптации. Когда человек пытается в долг какую-то тренировку выполнить, он ее делает, на зубах выкручивает, но раз, два, три, потом все это наслаивается, можно уйти в перетрен, просто в психологическую яму уйти. Так делать не надо. Речь идет конкретно про интервальные тренировки. Их необходимо выполнять с таким расчетом, как будто бы вы в конце еще могли бы один-два таких отрезка сделать. То есть не нужно каждый отрезок из последних сил делать, и чтобы последний самый отрезок был у вас, как в последний раз в жизни. Это очень важно. Тренировка она на то и называется. Тренируется организм, не нужно из него все соки выдавливать. Единственный случай, где нужно полностью себя отдавать, если мы приезжаем на какую-то гонку, и эта гонка, например, приоритета А. То есть самая главная гонка в сезоне, их может быть две, могут быть второстепенные, конечно, гонки, которые тоже для вас важны. Там мы выкладываемся, там мы проверяем все, что мы наработали, и, собственно, ради этого все и затевается. Но на тренировках не нужно этого делать. Не нужно из тренировки делать гонку, это очень важно. То же самое касается проходящих гонок в звифте, например. Ребята очень любят полностью усираться в этих гонках и всегда оставляйте небольшой запас. Не нужно выжимать из себя все соки и высасывать резервы из организма. В каждом организме есть определенные резервы, просто предназначенные для выживания в какой-то экстремальной ситуации. Ну так вот, вы и раз высасываете, и два высасываете, и на третий раз просто взяли, заболели, получили травму. Я сам через это проходил неоднократно, поэтому будьте с этим очень аккуратны. Второе. Я называю это психологическая ловушка цифр. Дело в том, что многие велогонщики и другие спортсмены занимаются и имеют определенные приборы. Пульсометр, измеритель мощности и так далее. Ну так вот, именно у велогонщиков, именно у любителей есть такая беда. Они привязываются к какой-то магической цифре. Например, когда я только начинал в первый свой сезон ездить, выезжал на улицу на покатушку, и вот у меня в голове замкнуло, что я меньше 30 км в час среднюю скорость не могу держать. То есть приезжаю, у меня в Страве там загружается 28, но ощущаешь каким-то себя там неполноценным. Ни в коем случае не нужно на это вестись. Есть тренировка, есть задание. Тренировка может быть медленной. То же самое касается и мощности. Например, выполняем какую-то мощность, и изначально, предположим, там были непродолжительные куски по 300 ватт. И 300 ватт такая хорошая на самом деле цифра. Но так сложилось, что не доспали, либо накануне у вас были какие-то там другие занятия по каким-то другим видам спорта, там в зал, может быть, ходили. И конкретно в этот день тяжело выкручивать. Ну просто вот не докручивайте, вот не нужно из себя вымучивать. Забавьте мощности, уменьшите ее целенаправленно. Таким образом вы проработаете эту тренировку, поработаете в нужных зонах, то есть разовьете нужную систему организма и не будете насиловать себя. Это очень важно. Не нужно привязываться к конкретным цифрам. Более того, каждые мощемеры имеют определенные погрешности. Это также нужно иметь в виду. Возможно, забыли откалибровать. Возможно, еще какие-то причины. Батарейка бывает садится, он тоже начинает барахлить. Поэтому необходимо контролировать себя по нескольким аспектам. В большинстве случаев я рекомендую ориентироваться на диапазон цифр. Если речь идет про мощность, например, предположим, интервал на 250 ватт. Изначально первый отрезок делаем на 250 ватт. Смотрим, как он нам заходит. Как правило, на первом интервале, если находишься в хорошей форме, то пульс растет достаточно плавно. И где-то на втором интервале выходит на свои целевые значения. Ну так вот, смотрим. На втором, на третьем интервале, если пульс становится выше, чем нужно, зоны у нас примерно должны совпадать. То есть, например, мощность была у нас в третьей зоне, 250 ватт, к примеру. Крутим у нас пульсы. Третья зона, на втором отрезке третья зона, на третьем отрезке, на четвертом начинает подниматься к порогу. Это значит, мы уже тренируем не то, что нам изначально нужно было. Поэтому самостоятельно нужно принять этот факт и немножко снизить. Написать обратную связь в комментариях под тренировкой, что мощность была немножко великовата. И поэтому необходимо все выполнять строго по заданию в целевых зонах. Не нужно привязываться к конкретной какой-то цифре. Четвертое. Начинайте тренировки с небольшим запасом. Речь особенно здесь идет про какие-то короткие ускорения. Например, бывают отрезки по 15 секунд, по 30 секунд различные ускорения, да даже по минуте. Но вот если у человека нет опыта, и он, скажем, не делал тренировок, типа там 10 раз по одной минуте на предельных ваттах, то он понятия не имеет, сколько он может выдавить. И может быть так, что в первый отрезок так газанул, что потом уже остальные все идут по уменьшению, по уменьшению, по уменьшению. Поэтому лучше первые отрезки, если у вас нет опыта, выполнять с небольшим запасом. Пускай это будет даже сильно ниже, чем хотелось бы. Но потом вы плавно прибавляете, прибавляете, и выходите на вот этот свой потолок, и на понимание у кого какая где мощность. Если к мощностям в районе ФТП еще можно как-то там посмотреть, то есть ориентироваться в процентаже, то если идет речь о коротких кусках, то у каждого какие-то свои индивидуальные особенности. Кто, допустим, со штангой много приседает, он может дать очень короткий кусок, хороший. Может быть он там в детстве занимался спринтом, беговыми дисциплинами. У меня также есть такие ученики. Им такие куски будут даваться легче. Поэтому мощность у них будет одна. У тех, у кого нет таких предрасположенностей, мощность будет немножко ниже. И вам самим нужно в этом определиться. И опять же потом в комментариях пометить, что вот да, такая мощность была комфортная, например, больше я уже не мог прибавить. Вот еще бы несколько таких отрезков сделал и мне, как тренеру. Теперь понятно. И на следующие занятия я могу планировать уже непосредственно по мощности и примерно корректировать. Увеличить количество отрезков, уменьшить количество отрезков, по мощности, посильнее, послабее крутить, ну и так далее. Пятое. Необходимо делать комплексный контроль интенсивности. Если мы обычные тренировки крутим в первую-вторую зону, первое это восстановление, выносливость, это у нас просто вторая зона, в том числе там длительные тренировки. Там все понятно, то есть любой человек, имеющий небольшой опыт, их до конца докрутит, там, длительные, там, 2-3, там, даже 4, может быть, часа. Но, если мы делаем интервальные тренировки, необходимо соблюдать четкую интенсивность. И, как говорил ранее, просто на голую мощность тяжело ориентироваться. Поэтому, как необходимо делать? Изначально берем целевую мощность, которую вы себе примерно прикинули, я пишу всегда в диапазоне. То есть, например, если мы развиваем порог анаэробного обмена, это примерно 95% от панно-102-103%. То есть 7% это достаточно много. Это может быть там минус 10, плюс 10 ватт, скажем, от целевой мощности. Поэтому вы на первом отрезке берете целевую свою мощность, выкручиваете и смотрите, как вам заходит. Второй параметр оценки интенсивности – это субъективные ощущения. Вы сами себя оцениваете. В каждой тренировке я все время стараюсь писать, как по 10-бальной шкале должна заходить данная тренировка. Например, тренировка пороговая – это примерно где-то 6-7 по 10-бальной шкале. И вы смотрите, то есть первый отрезок нормально. Начиная со второго и последующей отрезки необходимо уже контролировать пульс, потому что сердце выходит на нужные обороты, как правило. И далее смотреть по пульсу. Если задание крутить в третьей зоне, например, силовые интервалы есть, пульс не должен подниматься к порогу. Если он поднялся к порогу, а мощность у вас находится в третьей зоне, то все, смотрим на пульс. Необходимо мощность немножко ронять, потому что мы начинаем тренировать уже локтатную зону, то есть порог, по сути, а не силовую изначальную тренировку. И суммарно, то есть время, вы можете меньше провести в пороговой зоне, чем в третьей зоне. Поэтому изначально смотрим на мощность, потом на субъективные ощущения, и потом в дальнейшем контролируем все это по пульсу. Когда пульс слишком сильно пополз, например, уже на последних интервалах, то также немножко сбавляем, и потом пишем уже в комментариях, что там последний отрезок, там пульс начал зашкаливать. И опять же, мне будет понимание, что ага, значит, количество отрезков, может быть, надо сократить, либо чуть-чуть мощность уменьшить. Поэтому обязательно комплексный контроль по нескольким параметрам. Я сижу там за тысячу километров от многих ребят, там не обязательно даже кто-то там в нашей стране, и не могу лично присутствовать, смотреть. Поэтому вам именно вот в моменте в тренировке необходимо самим контролировать интенсивность. Скажу более того, у некоторых именитых тренеров, которых мировых там звезд тренируют, у них вообще нет такого, что там крутишь там на такой-то мощности, либо даже в какой-то зоне. У них более простые критерии. Они там тренируются, например, по трехзонной условной модели. Это там легко, умеренно и тяжело. И все. И то есть мы на цифры не надо смотреть, имея определенный опыт у гонщиков, у спортсменов, там в триатлоне в том числе. Они ориентируются по такому принципу, а цифры это лишь уже просто следствие тренировки, которую потом выполнили. Поэтому не надо замыкаться на цифрах, смотрим все в комплексе. Шестое. ERC-режим. По этому поводу многие, у кого смарт-станки, любят заносить тренировки в Zwift, и там выставляют режим ERC, чтобы станок выставлял за них мощность. И в целом я вообще против такого метода, но как бы запретить, естественно, не могу. Просто хочу сказать про подводные камни. Как говорил ранее, мощность целевая, она может плавать. FTP тоже на самом деле вещь плавающая. Она может быть как ниже, так и выше. Например, у меня были ситуации, там проходил многодневные гонки, в субботу, воскресенье, и через несколько дней сильная гиперкомпенсация. И я выхожу крутить, у меня налабало там, например, по 330 Вт крутить, 10 минут у меня были интервалы, а я выхожу, и мне 350 даже легко как бы кажется. То есть я сильную гиперкомпенсацию поймал, и это все нужно держать в голове. Ну так вот, когда вы садитесь на станок и задали себе, например, 300 Вт, пытаетесь их крутить, но что-то пошло не так, станок в вас начинает топить, просто в яму погружать, и вы не можете до конца комфортно сделать эту тренировку. Поэтому я рекомендую либо крутить полностью в ручном режиме, то есть регулируем передачами, как это делаем мы на улице, либо если же все же вот вы привыкли в эрк крутить, то держите перед собой пульт, либо с телефона, например, чтобы можно было поменьше, либо побольше прибавить, но обязательно нужно контролировать. Не надо полностью отдавать на откуп станку и смарт каким-то там возможностям. И особенно хотел бы сказать про систему Garmin. Есть функция у Garmin удаленного управления со станком, и это типа того же эрга, но и мной, и другими уже ребятами, в том числе учениками, было замечено, что именно через Garmin тяжелее крутить. Вроде бы смотришь, там 200 Вт, и там 200 Вт, но вот эти 200 Вт на Garmin кажутся, как будто там 250 Вт. Я не знаю, с чем это обусловлено. Лаг программы, там какие-то ошибки, но это опять же вот эта тупиковая ситуация, когда станок смарт-возможности пытается за вас что-то сделать, и вы не можете полностью это контролировать, убавить, прибавить мощность. И если длинные отрезки в целом еще можно в эрк крутить, например, по 5, по 10 минут, даже по 15 минут, включили эрк, и ладно, все там, станок за вас делает, то короткие ускорения, например, по 10, по 15 секунд, не каждый станок может быстро набрать нужную мощность, поэтому лучше делать, как на улице, как мы на улице делаем. Мощно включаемся, и делаем несколько переключений передач, и набираем целевую мощность. И как раз-таки на вот этих коротких отрезках вот тоже смотреть на мощности смысла нет. Например, если по заданию стоит 8, и по 10-балльной шкале, то примерно по ощущениям и выкручиваем. Мощность реально, если будете смотреть, целевую, вот за каждую секунду, она будет вот так вот сильно скакать, и там в плюс-минус 50 ватт, это вообще запросто, поэтому строго ориентируемся на ощущения. А потом уже после тренировки смотрим, когда делаем осечки кругов, просто смотрим, ага, мощность была такая, такая-то, такая-то там. На восьмом интервале мощность начала проседать. Все, понятно, значит, здесь мы где-то перебрали, либо количество отрезков было слишком большое. Все ясно. Седьмое время в зоне. Здесь речь про целевые мощности в различных тренировочных зонах. У меня было на канале много видео про тренировочные зоны, но еще раз вкратце повторите. Например, если стоит тренировка там 4 по 10 минут в третьей зоне, то есть по умолчанию вы можете выкрутить. То есть третья зона – это такая, в которой вы можете, в принципе, ездить там по несколько часов в гоночных условиях, если речь идет. Если пороговая мощность, то это достаточно тяжелая нагрузка, но если ее крутить за раз, то это то же самое. Для различного опыта гонщиков примерно это от 40 до 60 минут. Не надо даже замыкаться на часовую мощность, но если, скажем, стоит там 5 раз по 5 минут, то вы должны их выкручивать, как будто бы, вот если 5 минут открутили, представьте, чтобы вы дальше еще и 10, и 15 минут крутили. Вот пороговая мощность. При этом перебирать тоже не надо. Опять же, например, есть вводные тренировки для развития там ФТП, например, там те же 5 по 5 минут. Именно на ФТП. Ну так вот, 5 минут человек может сильно превысить целевую мощность и крутить, по сути, в МПК тренировки. То есть, опять же, физически человек может выкрутить данную тренировку, но не надо этого делать. То есть, если задача стоит, пороговая тренировка, все, работает, значит, на ФТП. Чуть-чуть ниже ФТП, либо на ФТП, либо чуть-чуть совсем выше. Сильно выше в МПК не надо уходить. Развиваются там другие системы. Такие тренировки будут потом. Восьмое. Отдых. Самый вообще, наверное, важный аспект во всем тренировочном процессе. Отдых – это отдых. Речь идет сейчас про полный день отдыха, когда нет тренировок, и про легкие дни, где, например, я пишу, там, покатать 40 минут в первой зоне. Уже тысячу раз говорилось, но еще раз нужно отметить, что рост формы идет именно в дни отдыха. Вы дали стресс на интервальной тренировке и, по сути, свое здоровье хорошо пошатали, пошатнули. Ну, так вот, потом вы спите, ночью организм восстанавливается, и в зависимости от индивидуальных особенностей, у кого-то день уходит, у кого-то два, организм перерастраивается. Именно в этот момент он становится сильнее. Потом он набирает форму, на следующую тренировку, если все правильно было сделано, вы выходите, и она вам дается легче. Это и есть рост формы. Но он не может быть, если не будет вот этого маленького периода отдыха. Есть дни маленького отдыха, есть там целиком разгрузочные недели. Они должны быть обязательно. Ну, так вот, если в плане стоит день отдыха, не нужно пытаться там что-то выкрутить, чтобы как бы якобы набрать лучше форму. Если была интервальная тренировка, на следующий день в большинстве случаев должен быть легкий день. Либо полный отдых, либо легкая какая-то тренировка. Исключение – это блочная тренировка, когда необходимо делать именно как блок, то есть раз, два, там может быть даже три дня загрузочных, и потом много дней разгрузочных. Но это для очень опытных ребят, для большинства любителей даже это неприемлемо. В большинстве случаев они не будут переваривать. Иногда, если какая-то планируется многодневная гонка, например, там два, там три, там дня, то можно запланировать там сдвоенную, стройную, но она должна быть заведомо ниже уровня, чтобы там не ушататься, потому что можно себя загнать в такую яму, что потом выходить из нее будет долго. Поэтому период отдыха – это критически важно. Иногда лучше вообще, например, не кататься, чем вот выйти и там во второй, в третьей зоне пытаться. Потому что бывает, что интервальную тренировку написал, и она там в третьей зоне, там предположим, ну там три раза по 15 минут. Человек ее выполнил, пульс был достаточно невысокий, ведь это третья зона. И на следующий день он чувствует себя хорошо, и начинает фигачить дальше, там во второй зоне. Не нужно этого делать, то есть план на то и пишется. Если надо будет, я сам напишу там помощнее какую-то тренировку. И вообще необходимо взять себе за правило, что если есть интервальная тренировка, то в идеале после нее должен быть легкий день, и перед ней тоже должен быть легкий день. Это касается тех ребят, кто любит ходить, например, в зал самостоятельно, занимается с утяжелениями. Ни в коем случае нельзя накануне интервальной тренировки там жестко приседать, там и так далее. Вы выйдете, вы полностью не сможете отдаться на это тренировке. У нас все идет ради именно того, чтобы мощно крутить. Зал это хорошо, его нужно периодически делать, особенно тем, кто любит это делать, но зал не должен мешать основным интервальным тренировкам, иначе весь смысл вообще всего этого теряется. Девятое. Каждый из вас ведет дневник на сайте Staminity. Каждому человеку необходимо у себя в дневнике ставить ключевые какие-то моменты. Это, например, гонки. Я не могу за всеми уследить, и когда я открываю дневник тренировок, я вижу, ага, через месяц гонка. Соответственно, я буду делать сужение, подводку именно к этой гонке. Если это какие-то другие мероприятия, например, у человека вылетает по работе, то есть он написал отдых, 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 либо работа, какие-то пометки, я опять же открываю, смотрю, и у меня есть картина и понимание. Не нужно в личные сообщения, вот эти личные переписки. Все, открыл, я все вижу, если надо, я сам кому-то напишу и задам необходимые вопросы. Десятое. Обязательно необходимо писать обратную связь. Это касается в основном интервальных тренировок. То есть, как она в целом заходила, как себя чувствовала, были ли силы в конце еще выкрутить или нет. Если там есть несколько интервалов, например, на 5 отрезков, то написать, какие были значения на этих интервалах по мощности и, скажем, какое было максимальное значение пульса. У меня также на сайте Staminity есть расширенный график, я туда захожу, но в целом там не очень удобно это сделано, поэтому если вы напишите, если вы вручную отсекаете свои тренировки и видите, я потом захожу и все это видно. И вам же потом будет удобно опять же через несколько недель какие-то типовые тренировки сравнить между собой. Там, например, тут у нас было 240 ватт, там на пульсе 150. А через 3 недели у нас те же самые ватты, но пульс у нас уже меньше. Значит, форма подросла. Поэтому это очень важно писать и отслеживать. Особенно, когда пройдет много месяцев, потом необходимо будет куда-то вернуться обратно по своему дневнику. И вот эти маленькие шпаргалочки, и будет все понятно, что вы как там делали. Ну и теперь несколько вторичных моментов. Они как бы необязательные, но необходимо также их проговорить. Первое, это речь про ОФП, именно про зал. Отдельное у меня видео было вообще про зал в велоспорте. В частности, я лично задания в зале не пишу. Причин здесь несколько. Первое, я первично считаю именно велотренировки. То есть, если вы не будете непосредственно прокачивать свой уровень на велосипеде, делать интервальные тренировки, зал вам никак не поможет. То есть, что я хочу этим сказать. Вы можете зал вообще не делать, но делать качественные интервалы и вы быстро поедете. Но, если вы будете делать ударный зал вообще, но просто кататься где-то во второй зоне, быстро вы 100% не поедете. Это прям железяка. Но, если у вас есть желание самостоятельно заниматься, может быть у вас тренер, либо какие-то свои программы и вы планируете зал, то необходимо также у себя в календаре ставить. И вставлять эти дни там, где нет интервальных тренировок. И опять же, чтобы мне было видно, и чтобы можно было контролировать, что зал вот здесь у нас есть, и он никак не пересекается с интервалами. Вопросы. В какие дни ставить зал? Самое главное не ставить, как ранее говорил, накануне. То есть, если завтра интервалы, сегодня зал не надо ставить. Речь идет именно про нагрузку на ноги. Приседания, там, жим платформы, там, выпады различные и так далее. В целом, на верхнюю часть можно позаниматься там со своим весом, но на интервалы нужно выходить свежим. Это обязательно. Из общей практики, что я видел различных тренеров именно по велоспорту, то ходят либо в день после интервальных тренировок, то есть, например, сегодня поинтервалили, завтра у нас легкий день и там занимаемся залом. Либо, если мы делаем интервалы утром, то вечером в этот же день можно поделать какие-то упражнения в зале, если у вас хватает на это сил. Следующий вопрос по питанию, по различным биологическим добавкам, витаминам и так далее. Периодически меня задают вопрос по этому поводу ученики мои, но скажу вкратце, здесь достаточно такая сложная ситуация и сколько бы я не изучал материалов, там, книги, подкасты, передачи специалистов, очень сильно разнятся мнения. Я не являюсь специалистом, фармакологом и какое-то экспертное мнение, не могу говорить по этому поводу, но, если вкратце, то самое главное это полноценное питание, то есть, вы должны из обычной пищи, из обычных продуктов все необходимые микроэлементы, витамины, чтобы у вас они были, чтобы они усваивались. Если этого не будет, то никакие пилюли там дальше не помогут. При этом, естественно, есть определенные витамины, которых там не хватает, например, витамин D, там зимой, есть некоторые моменты там по протеинам, ну, потому что, естественно, нужно восстанавливать мышечную ткань и так далее, но, опять же, мы не бодибилдеры, нам не нужно наращивать там какие-то огромные банки у себя там на руках и ногах, поэтому жрать его там ведрами, этот протеин, опять же, смысла нету. Если у вас есть какие-то свои привычки по питанию, вы можете их соблюдать, но ключевое, это обычное, самое полноценное питание. Обычная химия, она не может никак заменить. Помощником может быть, но не более того. Но еще раз подчеркну, этот вопрос очень сложный, и здесь нужно обращаться прямо к специалистам, которых очень мало, и здесь я какие-то компетентные там рекомендации не могу дать. Лично я, просто пропивая комплекс витаминов, просто на озоне заказываю. Иногда Animal Pack беру, например, там тоже известные такие витамины. Стараюсь после интервальных тренировок протеины делать, чтобы быстрее восстанавливать эти мышцы. Немножко витамин D, ну и в принципе и все. То есть ничего такого особенного, как бы лично я не употребляю. Следующий момент также касается восстановления и различных процедур. Это очень так же важный момент. Как говорил, за счет отдыха непосредственно у нас происходит рост, и также необходимо периодически делать восстановительные процедуры. Существуют различные процедуры, но самое главное и первое это просто сон. Наш обычный ночной сон. Взрослому мужчине, женщине, как правило, нужно спать не менее 7-8 часов в сутки. Если этого не получается по каким-то причинам, то надо что-то с этим делать. Важно понимать, что мы дали нагрузку организму, это большой стресс, его нужно переварить. Если вы не доспали где-то, организм недовосстановился, падает иммунитет, ухудшается состояние, гормональный фон и так далее. Поэтому ночной сон это очень важно. Если есть у кого-то возможность днем прикормить 30-40 минут, больше не надо, то это тоже очень хорошо. Профессиональные спортсмены, у них, как правило, всегда есть дневной сон между тренировками, у кто занимается по два раза в день, например. Очень рекомендую, и также вообще по статистике, у меня спортсмены, лыжники, бегуны, это ходить на массаж в идеале, конечно, хотя бы раз в неделю, но если не получается, то пореже, но суть в том, что периодически возникают различные триггеры, зажимы в мышечных волокнах, и как-то их самому промять не получится. Есть перкуссионные пистолеты специальные, но они больше для расслабления мышцы, и вот точечные моменты не получится промять, ну и собственно тут знания тоже необходимо иметь, поэтому если ходить на массаж, это очень хорошо вообще в целом сказывается. Кто-то ходит в баню, тоже отличное мероприятие, пробить вот эти все моменты, прогреться, но надо понимать, что баня это также дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую, и скажем, если ходить в баню после тренировки, то это просто может быть тяжело заходить там, ну либо в день отдыха тоже может быть тяжеловато. Есть и другие способы по восстановлению, различные там вакуумные штаны, специальные роллы раскатывают, но еще раз отмечу, самый основной это сон, и второй я бы вот отметил бы массаж при возможности. В завершение скажу, тут уже много, конечно, наболтал слов, получается, но очень важно в нашем всем деле это систематичность. Записывал я вообще отдельное видео про принципы подготовки в велоспорте, ну и вообще в циклических видах спорта, и вот самый ключевой момент, то есть вот все вышеперечисленное, в целом можно как бы и даже закрыть на это глаза, но если систематичности не будет, то ничего не будет, то есть тренировки должны быть регулярными, появляется накопительный эффект, организм действительно начинает перестраиваться, а если так, что там неделю-две потренировал, потом вылетел где-то в командировку, либо просто забил на тренировки, потом откатился, начинаются опять эти качели, так это работать не будет. Систематичность это вообще ключевое. Можно где-то там не дорабатывать на тренировках, но за счет того, что регулярно выполняем тренировки, прогресс однозначно будет. И в конце маленький вопросик по поводу тренировочных платформ, на которых я даю задания. Почему стаминити, почему, например, не тренинг пикс? Тренинг пикс очень классный сайт, и я там пишу задания в школу I Love Supersport по триатлону, на самом деле очень удобное, но почему я не пишу другим ребятам там? Во-первых, оно платное, I Love Supersport меня оплачивает, ну и вообще, собственно, всем с Россией, у них там большая сеть это приложение. Второе, тренинг пикс необходимо оплачивать зарубежные карты, которые у меня нету. И третье, подписка в тренинг пикс, именно тренерская, там каких-то неадекватных денег стоит, то есть нужно там иметь там, ну не знаю, человек там 30-40 у себя, и тогда, может быть, это все будет оккупаться и актуально. Поэтому я выбрал стаминити, не просто так, что оно мне как-то там сильно понравилось, просто других альтернатив я не нашел, когда именно вот у тебя достаточно много учеников накапливается, писать просто буквально текст, делая такие-то задания, делая такие-то, вообще совсем непонятно. Ни ученику будет непонятно, ни мне непонятно, как проконтролировать. То есть, например, если я написал какое-то задание текстом, где меня его контролировать, в страву, что ли, заходить там к каждому человеку, если у меня там 15 человек, то как? А так я открываю стаминити, есть у меня специальный там панель дашборд, и сразу я вижу, кто выполнил, кто не выполнил, кто выполнил тренировку, там не до конца, захожу, кликаю и смотрю там параметры, поэтому это очень удобно. С тренингпиксом там чуть-чуть получше в плане выгрузки этих тренировок на устройство, там на часы, например, кроме гармена, у стаминити, к сожалению, только гармин, но вот как есть, поэтому какой-то альтернативы именно стаминити я пока что не нашел и не вижу на самом деле. Ну на этом все, блин, реально опять получилось тут много букв, много слов, если у кого-то возникают вопросы, с кем я лично занимаюсь, напишите мне в личку в комментариях, и если опять наберутся какие-то типовые вопросы, типовые моменты, то возможно дополнительное видео еще потом запишу, чтобы каждому лично это все не объяснять. Ну все, всем пока, тренируемся дальше.